Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Вот такие милые шапки с градиентом у меня связались в подарок моим любимым племяшкам. Шапки получились очень теплые, а значит мама будет спокойно. К шапкам я связала еще и муфточки, так что девочки счастливы. В этом мастер классе я расскажу и покажу, как вязались шапки, и в следующем видео расскажу о муфточках. Итак, начнем. Шапки я вязала из пряжи Alize Baby Wool. Для получения градиента Вам понадобится два оттенка пряжи. Всего надо 5 мотков пряжи. Того цвета, которым будет связана резинка, надо три мотка, а того цвета, который переходит в макушку, два мотка. У меня использованы 185 оттенок и 19. Ссылку на магазин, в котором я брала эту пряжу оставлю в описании. И для тех, кто не знаком еще с этой пряжей, пару слов о параметрах. В мотке 50 грамм и 175 метров. 40% шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Она отлично подходит для вязания детских вещей, потому что мягкая, приятная на ощупь и теплая. По желанию Вы можете взять другую аналогичную пряжу с похожим метражом, например, BBB Record. По метражу она такая же, но в ней уже будет 100% меринос. Правда, и стоить она будет подороже. Вязать будем на спицах четвертого и пятого номера. Для резинки возьмем четверку, чтобы она была поплотнее, а для кос пятый размер. Леску я буду использовать 40 см. Для закрытия петель макушки из-за правления кончиков понадобится иголка или крючок. И оформим шапку помпоном из кролика подходящего цвета. У меня были розовые и зеленые помпоны, я их брала специально под эту пряжу на Алиэкспресс. Кому надо, ссылку оставлю также под видео. Там же я оставлю для Вас описание шапки с расчетами для двух размеров на 3 года и на 8 лет. Но имейте в виду, что размер головы у каждого свой, кто-то носит огромные банты и их надо помещать в шапку, а у кого-то короткая стрижка. И если в мастер классе что-то будет непонятно, заглядывайте в описание и Вы поймете, о каких моментах я говорю. В проектную корзинку я поместила три мотка зеленой пряжи, так как именно в этой шапке резинка будет зеленого цвета. Нити беру из центра мотков, чтобы они не скакали. Смотрите, как моя корзинка сочетается по цвету с пряжей. Красиво смотрится, правда? На эту корзинку также есть мастер класс и ссылку на него тоже оставлю для Вас в описании. Все три нити складываем вместе и оставляем хвостик для набора примерно метра полтора. Начинаем набирать петли. Набор делаем классическим способом на две спицы номер четыре. Я не буду подробно останавливаться и показывать этот способ, если кто-то не умеет набирать петли, переходите к урокам в шкатулке полезностей, ссылка сейчас будет вот здесь. Уроки откроются в новой вкладке и этот мастер класс Вы не потеряете. Я набрала 101 петлю, в том числе одну петлю для соединения вязания в круг. Теперь достаю одну из спиц, чтобы петли остались на другой спице и мы могли вязать. Распределяем петли по леске равномерно и следим за тем, чтобы косичка не перекрутилась, а смотрела внутрь. Вот у нас первая петля набора, там, где хвостики, последняя петля. Мы первую петлю снимаем на правую спицу и через нее протягиваем последнюю петлю. Теперь подтягиваем хвостики и получаем ровное соединение петель в круг. Таким образом у нас на одну петлю стало меньше. Теперь на правую спицу вешаем маркер, для того, чтобы знать, где у нас начало ряда и вяжем резинку один на один. Одну петлю лицевую, следующую изнаночную и так далее. Вяжем резинкой 15 рядов для розовой шапки, которая поменьше и 17 рядов для зеленой шапки, что побольше. Итак, у меня провязано 17 рядов, теперь один ряд надо провязать немного иначе, чтобы здесь отворот фиксировался и оставался на своем месте. Лицевую петлю мы снимаем, оставляя нить за работой, изнаночную петлю провязываем. Снова лицевую петлю снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем, лицевую сняли, изнаночную провязали. Таким образом отворот на шапке сам будет складываться и держаться на одном месте. Продолжаем вязать этот ряд до конца и после него вяжем еще 17 рядов, встречаемся в 36 ряду. Итак, у меня провязано резинкой 17 рядов, затем провязан ряд со снятыми петлями и еще 17 рядов резинкой. И вот в этом месте вы сами видите, что резинка сама с собой перегибается и складывается пополам. Отворот у шапки мы закончили вязать. Теперь начинаем вязать косы. Узор с косами очень объемный и для него нам надо добавить 50 петель. Вяжем этот ряд так. Лицевую петлю провязываем лицевой, а из изнаночной петли одну петлю вяжем вот за эту перемычку лицевой петлей, а вторую провязываем за саму петлю, также лицевой. Таким образом, из двух петель у нас получилось 3 петли и в этом ряду все петли будут провязаны лицевыми. Снова лицевая петля и из изнаночной провязали две лицевых петли, лицевая, из изнаночной провязали две петли. Так мы вяжем до конца ряда и у нас на спицах к концу ряда получится 150 петель. Со следующего ряда начнем новый отсчет рядов, чтобы не путаться. Отмечаем этот ряд на счетчике и вяжем 4 ряда лицевыми петлями. Вязать лицевой гладью несложно, здесь важно правильно считать ряды. В четвертом ряду меняем одну зеленую нить на нить розового оттенка. Как соединить нити у меня на канале есть видео. Единственное, что там для распушения кончиков я использую щетку, а для этой пряжи будет достаточно распушить их вручную. В итоге получится вот такая цельная нить и потом не придется тратить время на то, чтобы спрятать кончики. Так что переходите и смотрите урок по соединению нитей. На этом ряду будем делать перекрещивание коз и нам понадобится дополнительная спица. Они бывают разные по своей форме, можно взять и прямые чулочные спицы. Но по своему опыту могу сказать, что вот такой закругленной спицей вязать будет удобнее всего. Я на Алиэкспресс брала набор, в котором есть всякие конфигурации, там же, по-моему, были иголки и, кажется, даже маркеры. В общем, постараюсь найти эту ссылку и оставлю кому надо заказывайте. Теперь смотрим на схему. В каждом пятом ряду нам нужно делать перекрещивание петель. Причем в нечетных пятом, пятнадцатом и двадцать пятом рядах эти перекрещивания идут в одну сторону, а в четных, в десятом, двадцатом, тридцатом рядах петли перекрещиваются в другую сторону. Так вот я сейчас покажу Вам перекрещивания в пятом и десятом ряду, а дальше Вы их будете чередовать. Все остальные ряды вяжутся лицевыми. Итак, в пятом ряду делаем перекрест направо. Провязываем пять лицевых петель, следующие пять петель нам нужно снять на дополнительную спицу за работой. Снимаем петли коротким кончиком. И вот почему мне понравилась именно эта спица. Снятые петли продвигаем в закругление спицы и опускаем ее. И у нас ничего не торчит и не мешает нам. Дальше мы провязываем следующие пять петель и теперь снятые петли передвигаем на длинную сторону спицы и провязываем пять лицевых петель, которые мы оставляли за работой. С длинной стороны спицы достаточно удобно провязывать петли, но имейте ввиду, что здесь Вам понадобится немного сноровки и усилий, чтобы перекрещивание получилось ровным и не растянутым. Вот так должны выглядеть перекрещенные петли. И раппорт узора повторяется. Снова вяжем пять лицевых, следующие пять петель снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Провязываем пять лицевых петель с основной спицы и затем вяжем лицевыми те петли, которые оставляли за работой. И таким образом мы вяжем весь пятый ряд, а затем пятнадцатый, двадцать пятый и так далее. Вяжем дальше, с шестого по девятый ряд провязываем все петли лицевыми, встречаемся в десятом ряду. И я совсем забыла, надо было еще в первом ряду сменить спицы на пятый размер. Не повторяйте мою ошибку, узор вяжем спицами номер пять. Начинаем вязать десятый ряд. Вот так выглядят наши перехлесты, все они развернуты вправо. Теперь нам надо сделать перекрещивание влево. Снимаем первые пять петель на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Далее провязываем пять петель с основной спицы. Передвигаем снятые петли на длинный кончик спицы и провязываем пять петель с дополнительной спицы. Передвигаем снятые петли на длинный кончик спицы. Таким образом перекрещивание сделали, дальше провязываем еще 5 петель с основной спицы. Раппорт закончился. Снова снимаем 5 петель на дополнительную спицу. Провязываем 5 петель с основной спицы. Передвигаем петли и провязываем 5 петель с дополнительной спицы. И заканчиваем раппорт 5 петель с основной спицы. Так продолжаем вязать этот ряд до конца. У нас уже начинает заплетаться косичка. Смотрите, здесь было переплетение вправо, а тут уже налево. Вяжем таким образом до убавок, чередуя в каждом пятом ряду перекрещивание направо и налево. Вторая розовая нить включается в работу в четырнадцатом ряду, то есть мы заменили первую нить в четвертом ряду. Теперь меняем в четырнадцатом ряду. Следующая, третья ниточка заменится в двадцать четвертом ряду. Для большей шапки я провязала 29 рядов, для маленькой вязала 24 ряда. Я прибавила 5 рядов для старшей сестренки, так как у нее постоянно хвостики и косички на голове, а маленькую пока не заплетают. И поэтому у меня сейчас будет тридцатый ряд и перекрещивание, как в десятом ряду налево. А если Вы вяжете меньший размер, перекрещивание у Вас будет вправо. С этого ряда мы будем делать убавки для формирования макушки. Но так как мастер класс получается объемным, я решила разделить его на две части и об убавках расскажу в следующем видео, так и Вам будет проще находить нужные моменты, которые захочется пересмотреть. Так что на сегодня я с Вами прощаюсь, продолжим в следующем уроке. Вяжите со мной, вяжите лучше меня, а главное вяжите с удовольствием. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok